Советский Союз Сложно было назвать подходящей страной для творчества. Слишком многое контролировалось политическим аппаратом. Тем не менее, в каждом из жанров искусство жители Советского Союза смогли добиться высоких результатов. Советский балет славился на весь мир, а советские киноленты показывались на заграничных фестивалях и получали премии. Советские певцы-музыканты периодически гастролировали за рубежом. Но мало кто всерьез задумывался, что за каждым таким успехом скрыты трагические судьбы простых людей. Биография актера Александра Соловьева – яркое тому подтверждение. Родился будущий актер театра и кино 19 августа 1952 года. Произошло это на два месяца раньше, чем планировалось. Весил новорожденный всего полтора килограмма. И врачи сомневались, что ребенок выживет. Но все обошлось. Родители Саши были выходцами из московских семей. И мать, и отец занимались преподавательской деятельностью в поселке Сулат Дагестанской республики. Мальчик рос добрым, любил театр и цирк. Он умел сделать так, чтобы дети, играющие с ним, не грустили. И всегда говорил, что когда вырастет, то станет клоуном, как Олег Попов. После окончания школы Соловьев отправляется в Москву. Чтобы подать документы в ГИТИС, на вступительных экзаменах он просто влюбляет публику в себя. Своей непосредственностью и артистичностью. Под свое руководство будущего актера берет Андрей Гончаров. Во время учебы Александр успевает сдружиться со своими одногруппниками. Игорем Костолевским и тезкой Александром Фатюшиным. А также сняться в массовке и в эпизодических ролях. На третьем курсе Саша влюбится в первокурсницу Людмилу Радченко. Ставшую впоследствии его первой женой и матерью его первого сына. В 1973 году, после окончания вуза, по рекомендации наставника, Александр попадает в Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Где дебютирует в спектакле «Характеры», поставленном по мотивам произведений Василия Шукшина. В этом спектакле Александр Соловьев исполнит сразу три роли. Однако в этом театре уже есть свои выдающиеся актеры. Евгений Леонов, Александр Лазарев, Армен Жигарханян и Татьяна Доронина. Поэтому Соловьеву достаются только второстепенные роли. Это вводит актеров в депрессию. Справиться с которой поможет коллега по цеху Людмила Гнилова, ставшая Александру второй женой. В 1974 году Соловьев перейдет в Российский академический молодежный театр, тогда еще Центральный детский театр, где ему предлагают место ведущего актера. В этом заведении он и проработал 11 лет, периодически снимаясь в кино, пока его не попросят уйти после очередной выходки, вызванной вспыльчивым и задиристым характером актера. За свою карьеру актер успел сняться в 43 фильмах и мини-сериалах. Дебют состоялся в 1970 году в фильме «Город первой любви». После пятилетнего перерыва Соловьев вернулся на экран в комедийном мюзикле «Нерсеса Ганесяна. Невеста с севера». Следующая значимая роль в кино пришла к актеру еще через пять лет. Это был фильм по данным уголовного розыска, снятый Валерием Михайловским. В этой ленте Соловьеву довелось исполнить одну из главных ролей. В том же году вышел фильм «Дамы приглашают кавалеров» Ивана Киасашвили. На этот раз Александру досталась эпизодическая роль. В 1981 году актер снялся в фильме «Адам жениться на Еве». А два года спустя Соловьев исполнил свою самую известную роль, снявшись в приключенческом фильме Александра Павловского «Зеленый фургон». За этим фильмом следует лента более серьезного характера, снятая Сергеем Бондарчуком. Борис Годунов. Скажи, когда б не царское рождение назначила слепая мне судьба? Когда б я был не Иоаннов сын, не сей давно забытый миром отрок? Тогда б? Тогда б любила ли ты меня? После этого у актера начинается спад карьеры. Узнав о случившемся в Центральном детском театре, никто из режиссеров не торопится звать Соловьева в свои картины. Поэтому актер перебивается эпизодическими ролями. В 1991 году Александр Соловьев решает попробовать себя в амплуа режиссера. Свою ленту он назовет «Подоганки ходят танки» и начинает съемки в первые дни августа. Интересно, что 18 августа того же года начался августовский путь, и танки прошлись по всей столице. В 1993 году Соловьев исполняет свою последнюю роль в кино. Роль Нестерова в фильме «Я сама», после чего окончательно возвращается в театр. Однако помимо актерской и режиссерской деятельности, стоит отметить, что Александр был также актером дубляжа. Его голос можно услышать в фильмах, сериалах и мультфильмах. Личная жизнь Актер был трижды женат. В первый раз он женился еще будучи студентом. Его избранницей стала Людмила Радченко. Весь вуз за глаза назвал их «Наша Ромео и Джульетта», а друг и одногруппник Игорь Костолевский подарил паре книгу о семейной жизни. В 1972 году у пары родился сын, которого было решено назвать в честь отца. Александр-младший пошел по стопам родителей и тоже стал актером и режиссером, а также попробовал себя в качестве каскадера. В 1975 году актер расстается с первой супругой, чтобы жениться на своей коллеге по Центральному детскому театру Людмиле Гниловой. Ее внимание Соловьев добивался два года, заваливая актрису букетами цветов и самой новой и дорогой парфюмерией. Гнилова не устояла и ушла от своего предыдущего мужа к Александру. Даже после свадьбы актер не переставал заваливать жену охапками цветов. А когда наступили тяжелые времена и на букет не было денег, Александр выкопал куст дикого шиповника и посадил в ведро. Он любил свою жену, поэтому однажды вязался в драку, когда компания «Ребят» сказала несколько похапных фраз в адрес Людмилы. В результате вся троица оказалась в медпункте. В 1979 году у пары родился сын, которого назвали Михаилом. Второй сын Соловьева тоже стал актером. После ухода из Центрального детского театра актер серьезно пристрастился к алкоголю. Вовремя опомнившись, Соловьев решает лечиться. Старые друзья помогли ему выйти на лучших наркологов. Но результатов это не принесло. Изменения начались лишь в 1991 году. Соловьев тогда лечился в одном из санаториев Феодосии. Туда же попала актриса Ирина Печерникова, с которой Александр когда-то был знаком. В итоге между актерами завязывается роман. Когда сыну Михаила исполняется 18 лет, Соловьев уходит от Гниловой к Ирине. В том же 1997 году они сыграли свадьбу. Но прожить им вместе было суждено только два с половиной года. В декабре 1999 года Ирина Печерникова заметила у себя под порогом несколько ржавых монет. Подумав, что это кто-то пытается навести порчу на их семью, женщина отправляется к гадалке, у которой остается на несколько дней. Вернувшись домой, 26 числа она не обнаруживает мужа дома. Обзвонив всех друзей и знакомых, Ирина узнает, что в последний раз его видели прошлым вечером на банкете после выступления. После того, как Соловьев не явился домой на Новый год, жена начинает обзванивать все больницы и отделения милиции. Ночью 25 декабря в 68 отделение милиции поступил звонок от неизвестного, сообщившего о мужчине, который уже несколько суток неподвижно лежит на цветочной клумбе. Прибыв по адресу, оперуполномоченная с помощником забирает этого мужчину. Из-за травмы головы его отвезли в институт имени Склифосовского. Документов при потерпевшем не было, но его лицо показалось оперуполномоченным и очень знакомым. Мужчина пролежал в коме неделю, а в первый день 2000 года скончался. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Так и неопознанного его отправили в морг. 21 января оперуполномоченный вспоминает, на кого же похож найденный им мужчина, и звонит в больницу. Там он узнает о смерти пациента. Сделав запрос, он убеждается в своей догадке. Погибший мужчина – это актер Александр Соловьев. 25 января тело актера кремировали. Друзья хотели похоронить его на Новодевичьем кладбище. Но в итоге урна с прахом Соловьева покоится в 58-й секции закрытого колумбария на Ваганьковском кладбище. После смерти фото актера украсили стены Гитиса и театра имени Маяковского. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...